Здарова, кукерсы! Сегодня мы повторим романтический ужин от Виктора Баринова. Утку по рецепту известного персонажа сериала «Кухня». Всего рецепта в фильме не раскрыли, но мы нашли его в интервью с одним из шеф-поваров проекта. Так что расчехляйте свой нож, погнали! Идеально. Just don't eat. Для романтического блюда нам понадобится грудка, утиная, 20 грамм миндаля и 20 грамм сахара темного. И соль по вкусу. Окей, для начала устроим утке немного солярия. Удалим все ненужные перья, а также стягиваем кожу, чтобы проще было сделать надрезы по самой шкуре. Разделяем на две части, чтобы романтикам досталось по одной. Удаляем кость. Пора сделать надрезы на коже, из них будет вытекать жир. Резать нужно так, чтобы мясо не задеть. Навык не для хирурга, но если нож острый, будьте аккуратней. Посолим перед готовкой, чтобы после жарки была корочка соленой. Кладем на слабо разогретую сковороду кожей вниз. Держим на малом огне, постепенно его поднимая. Жарим без масла. Грудка достаточно жирная и самодостаточная. Спустя пару минут видно, как шкурка стянулась и начала румяниться. Пока жарим утку, сделаем крошку для утки. Перемалываем миндаль с сахаром. Перемолоть нужно до очень мелкой фракции. Спустя 6 минут видим аппетитный румянец. Пора мясо перевернуть. На другой стороне жарим не более минуты. Дожариваем до вот такого красного вида. Посыпаем шкурку нашей миндально-сахарной крошкой. Но утка еще не готова. Оставляем ее в теплом месте. Для винной груши мы возьмем ароматную добавку сливочной ванили. 20 грамм сахарку смуглого, палочку корицы, а с ней по щепотке кардамона и гвоздики. Один апельсин, от него нам нужна только цедра. Одну твердую и трезвую грушу. И 300 миллилитров красного сухого. Чистим грушу догола, чтобы пьяная была. Грушу лучше брать потверже, чтобы она не расползлась в винном соусе. Разрезаем на две части, по половинке на каждую порцию. Уменьшаем нож. И чистим грушу от семечек, попок и прочих невкусных вещей. Отправляем грушу в сотейник. Заливаем красным сухим вином. Заливаем столько, чтобы залило всю грушу. Добавляем сахар в нашу винную тусовку. Сливочную ваниль. Коричную палочку. И гвоздику. Коробочки кардамона надо немного раздавить. И отправляем туда же. Снимем немного цедры. И туда же добавляем. Отправляем всю эту винную вечеринку на плиту. Держим на среднем огне, пока груша достаточно не проварится. Степень проварки можно проверить методом тыка. Буквально. Тыкнул, снесли тело сразу. Варим дальше. Берем опять нашу тыкалку и проверяем. Тыкалка говорит, готово. Приступаем к соусу порта. Нам понадобится 200 мл портвейна. Говяжий бульон, который заранее заготовили. Два апельсина, а точнее его сок. И обычные атрибуты. Соль, перец и 5 столовых ложек винного уксуса. Наливаем 200 мл в сотейник. И 50 в себя. Помешиваем, чтобы не подгорало. Вывариваем порту до состояния сиропа. Добавляем 200 мл бульона. Выдавливаем 2 апельсина. Ждем пару минут, когда соус немного уварится. Добавляем 5 столовых ложек винного уксуса. Солим и перчим. Соус уварился и стал более густым. Процеживаем соус через сито в соусник. Протираем гущу, чтобы все самое лучшее было в соуснике. По фильму у нас должен быть ревень. Но сейчас мы находимся в глубоком декабре. Но у шефа предусмотрена замена. Спаржа. Так что для главного гарнира нам нужна, догадайтесь, правильно, спаржа. К ней 20 грамм сливочного масла. 15 грамм оливкового масла. Ну и соль по вкусу. Вдруг забыли. Берем промытую спаржу и ломаем основание. Там, где легко ломается, там и начинается свежая часть. И красиво ровняем обломанное. Кладем на сковороду сливочное масло. Затем делаем масло масляное. Добавляем оливковое масло. Сразу же солим сковороду. И выкладываем спаржу. Ждем, когда спаржа нагреется. Добавляем чуть-чуть воды. Накрываем крышкой на 4 минуты. Держим на среднем огне. Прошло 4 минуты. Снимаем крышку. Огонь на максимум. Выпариваем всю жидкость. Как только увидим, что жидкость испарилась, это значит спаржа готова. Помните, мы там утку жарили? Так вот, пора ее отправить в разогретую духовку до 220 градусов на 5-7 минут. Достаем из духовки и ощущаем этот аромат. Главный декор блюда – микрогрин и клубника. С трепетом и волнением выкладываем все на тарелку. Нашу винную грушу мы нарезаем дольками. Убрав попку, мы выкладываем грушу вертикально. Время для самого фетиша. Поливаем утку соусом порто. Утка готова. Блюдо оказалось настолько вкусное, что кто-то вмял вторую порцию. Потому показываем только одну. Сохраняйте рецепт в закладках для вечера романтики дома. Это идеальное блюдо. Ну и про ритуал благодарности не забывайте. Делайте лайки, подписывайтесь. Вообще, мы вначале хотели повторить рецепт барона, но оказалось, стрелять в дымоход – плохая идея. Попал. Утка. С яблоками. Блюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, а?